Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. 16.11.2020. Ночь и вечер. Небольшой вам сюжет с нашего маршрута по Кузнецкому мосту, Звонарскому переулку. Идем, рассматриваем старую Москву, никого не трогаем и нарываемся на зомбомасочников. Тут вот тоже непонятно, они, возможно, стену оставили, потому что была фотография сверху, здесь все было разрушено и куски каких-то стен оставили. Возможно, они вот этот Брандмаур оставили, как эту старину. А все остальное, там была яма просто, там тоже как бы наводилось, считается. Идем по Звонарскому и поворачиваем в Сандуны знаменитые. Вот мы сейчас идем на территорию Сандунов. И что тоже странно, вот я вам показала, где только вот рядом, там были Хлудовские бани, которые роскошные. И вот это повторяют опять-таки Сандуны. Спрашивается, зачем два объекта таких вот в одном месте, огромных вот этих бань? Непонятно. Полагаю, что под этим что-то скрыто и здесь что-то было другое. И полагаю, что это с времен Ивана Грозного вот этот объект, потому что он очень похож на Петровский монастырь, мы потом туда пойдем. Просто запоминайте архитектуру, чтобы можно было сравнить. А если Петровский монастырь у нас 14 века, даже по официальной версии, то здесь может быть все что угодно. Галина, то есть мы у нас еще на вершине этой башни, оно повторяет вот эту башню на Павелецкой. Смотрите, саркатурой вот с этой. Мало того, она знаете еще что повторяет? Оно повторяет даже современный раструб, когда газ идет и вот ставят форсунки. Вот такое ощущение, что вот как каменные форсунки. Возможно, я не знаю, что за технологии были, потому что, девочки, ну это только... Нам еще разбирать это все и разбирать, сами технологии. Как это назвать печная труба? Вот я думаю, что нет, я думаю, что... Она намного мощнее. Конечно. Она намного мощнее. Для печи такая труба. Нет, это либо газ был, что-то какое-то, либо еще что-то, либо струя воздуха, которая заводила мотор. Как вот, говорит, тяга, когда вот эта вот тяга, мужчина мне один писал несколько лет назад, говорит, это вот трубы для тяги. Почему и не было на фотографиях, нету нигде дыма у них. А дым появился, знаете, дым только на картинках, только на картинках, на морозовских фабриках. Это тоже вот мое исследование, про это пока никто не говорил. Я на это обратила внимание, что на фотографиях 19 века нету дыма вообще. В отличие от нашего советского времени, когда у нас все было в дыму и топили углем. Вот эти печки, то есть они потеряли технологии, была утрачена. Действительно, до всего вот у меня руки не доходили. Я уже года два назад, как изучала трехгорную мануфактуру, у нас там был маршрут по трехгорке и занималась фотографиями, исследованиями. Я обратила внимание на то, что фотографии 19 века в фабрике стоят без дыма, то есть из труб не идет дым. А вот на картинках есть дым из труб. И мне это показалось очень странным. Я проверила фотографии других фабрик этого же периода. Также труб из дым не шел в конце 19 века. Вот несколько фото. Мы видим, что зима, дым идет из труб. Просто топятся дома, а из фабричных труб нету дыма. Это трехгорная мануфактура. Вот еще, пожалуйста. В отличие от советского периода. Что это такое? Ну, надо думать, надо исследовать. А на картинках это все есть. На картинках, когда рисуют картинку, Прохоровская мануфактура или Морозовская, там, да, дым из труб как положено. Здесь нет. А из домов, пожалуйста, дома топятся. А из фабричных труб дым не идет. Здесь все закопано и засыпано. Вы сейчас увидите. Знаете, какие застройки, перестройки. Это явно что-то достраивалось, подстраивалось, что-то было разрушено. Вот эти вот все моменты, они несуразные. Я полагаю, что это какой-то прям заводик, мини-заводик с этой огромной трубищей, который там еще, вот если мы туда спустимся, там огромная глубина. Это все под засыпом. То есть это туда еще вниз, вниз, вниз. И давайте просто для общего понимания посмотрим. Пожалуйста, почему вы экскурсируете никого нет маски? Что-что? Никого нет маски у вас. А по улицам в масках вредно ходить. Вы разве не знали? Запрещено. Только помещения. Тем запрещено. Правительство Москвы и Минздрава. У нас на территории нельзя. Это внутри помещения. Вопрос-то, а почему ее оставили сейчас? Ну вот оставили, потому что, значит, нужна. Значит, как завод или что это, нужно оставили. Сделали бани роскошные. Это считаются ферсановские бани. И там просто роскошь необыкновенная. Мы уходим, уходим. Служебное помещение как уходим? Это не помещение, это улица. Служебное здесь. Вот. Господи, давайте вы попадете в эфир у нас. Вы попадете. Ну скажите, еще раз, скажите свою речь. Ну скажите еще раз. Ну скажите, скажите. Ну побубните еще. Ну еще, еще немножечко. Еще, ну повернись. Пускай народ увидит своих героев. Спрятался, ушел. Да, вот что они творят. Чтобы посмотреть объект. Не, нам не надо. Мы пойдем другим путем. Пошли, пошли, пошли. А то они уже вызвали его на подмогу. А ему, кстати, там этот говорит, что здесь улица. Ничего, ничего. Переживем. Переживем.